Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Тренд Кино Топ. Сегодня вы увидите обзор на сериал «Линия света». Жанр драма, который состоит из 12 серий, и дата выхода у нас стартует на канале «Россия» 28 февраля в понедельник 2022 года. Сюжет сериала. 18-летняя девушка Варя живет с родителями и младшей сестрой в закрытой религиозной общине, которая исповедует принцип полного отказа от благ цивилизации. С самого детства Варе учили усердно трудиться, искренне верить, молиться и повиноваться воле Светлейшего. Харизматичный лидер использует людей в личных целях, и на Варе у него свои планы. Именно ее Светлейший наметил на роль четвертой жены, несмотря на то, что Варя – родная внучка его первой, старшей жены Аглая. Не желая следовать воле жестокого манипулятора, Варя тайком покидает общину, надеясь найти защиту у своей тети Лоры в другом городе. Лора много лет назад сама сбежала от пастыря и поклялась разоблачить и открыть его истинное лицо своим близким. Светлейший, во что бы то ни стало, намерен найти Варю. На беглянку объявлена настоящая охота. Анонс всех серий. Приятного просмотра. Первая серия. Уинэй Варя вместе с родителями и сестрой Василисой живет в отрезанной цивилизации религиозной общине «Линия света». Они тяжело работают, молятся и исполняют волю главы общины Даниила Светлейшего. Но когда духовный учитель намеревается сделать Варю своей четвертой женой, родители решают забрать дочерей и бежать. Однако все идет не по плану. Вторая серия. Варя идет в полицию, но видит там полицейского, знакомого Даниила, и сбегает. Варя знакомится с Глебом, и он помогает ей искать ее тетку Лору. Варе удается узнать, где дача Лоры. Но добраться до нее непросто, так как ее ищет и полиция, куплена Даниилом и члены «Линии света». Лора тоже пытается найти племянницу. Она и сама была когда-то членом этой секты. Но узнав, что Даниил мошенник и только пользуется своими учениками для зарабатывания денег и обогащения, сбежала. Теперь она работает в органах правопорядка и намерена доказать, что Даниил мошенник. Светлейший говорит Васе, что он ее настоящий отец. Ее бабушка Аглая подтверждает, что у ее матери была связь с Даниилом. Третья серия. Глебу и Варе удается убежать от людей из «Линии света». Глеб приводит ее в свою квартиру. Но так как он находит девушек для сутенера, то Варя попадает в публичный дом. Одну из девушек убивает клиент, и Глеб, узнав об этом, пытается вытащить Варю. У него ничего не получается и он просит помощи у Лоры. Василиса первый раз попадает в город, чтобы помочь Светлейшему найти сестру. Она в восторге от города, но Светлейший убеждает, что цивилизация – это зло. Лора и Глеб и еще человек из общины Павел освобождают Варе из публичного дома. Но она сбегает, так как не знает, что Лора ее тетка, а Глебу больше не верят. Четвертая серия. Варю выхаживают женщина с дочкой, хотя сами они живут в заброшенном вагоне. Они хотят присоединиться к общине «Линия света», и Варе не удается их отговорить. Варю находит Лора, но она сбегает, когда к ним приходит Павел. Варя злится на тетку, так как та сам сбежала с общины, а сестру и их не спасла. Лора пытается объяснить ей, что они сами не хотели убегать. В общину заманивают богатую женщину, которая страдает из-за развода. Все ее имущество она должна подарить общине. Вера беременна от Светлейшего. Но Дора советует ей покаяться в том, что это она помогла Варе сбежать. Узнав об этом, Светлейший выгоняет Веру, а она совершает самоубийство. Пятая серия. Тело Веры закапывают в лесу, а Даниил всем говорит, что она ушла из общины. Варя сбегает от Лоры и живет в доме священника, который понимает, что жизнь ее была нелегкой. Павел любит Лору и хочет уйти из общины, но Светлейшей манипуляциями удерживает его. Лора уверена, что община нелегально добывает энтарь и вместе с ордером обыскивает общину. Но найти ей ничего незаконного не удается. Лора подавлена, так как ее любимый Павел вернулся в общину, а против Светлейшего у нее нет доказательств. На самом деле энтарь Светлейший вывез перед приездом полиции. Ему помогает брат Веры Седой, который получает хороший процент от сделок. Шестая серия. Лору отстраняют от дела из-за нападения на Даниила. Она не может найти свой пистолет. Седой пытается найти сестру и допрашивает романа. Дора хочет стать законной женой или партнером по бизнесу Даниила. Но он не намерен этого делать. Дора вынашивает план, чтобы получить от Светлейшего свою часть. Варя не может понять, где правда, а где ложь. Правду ли говорил Даниил или истинные проповеди священника. Седьмая серия. Седой, узнав о смерти сестры Веры, решает убить Святейшего. Но Седова убивает Василиса из пистолета, который нашла в комнате Доры. В лагере восстания люди усомнились в Данииле. Дора пытается узнать у него, где деньги. Но Святейший выпутывается из этой истории. Вину за смерть Веры и родителей Васи и Вари берет на себя малолумный роман, а за смерть полицейского арестовывают Аглаю. Священник рассказывает Варе о жизни, и она понимает, что община была для нее тюрьмой. Она рассказывает о жизни в общине прокурору. Восьмая серия. Варя ждет встречи с сестрой Васей. Но та вместе со Святейшим возвращает ее в секту. Глеб и Лора пытаются вернуть Варю. Варя не намерена оставаться в общине, но светлейший магическим образом влияет на нее, и она остается в общине, забывая, что была знакома с Лорой. Лору хотят уволить с работы, и она случайно узнает, что ее начальник получал деньги от общины, поэтому ее расследование и не имело успеха. Дора собирается уйти из общины. Девятая серия. Глеб решается проникнуть в общину, якобы для лечения от зависимости. На самом деле он хочет спасти Варю. Но она его даже не помнит. Дора сбегает вместе с Барсуковой. Но Ирина выдает ее план Данилу. Данил убить ее не смог, но приковал в сарае. Но Доре удается сообщить об этом меру города, и он приезжает за ней. Десятая серия. Варю вызывают на допрос в прокуратуру, и чтобы закрепить свое влияние на нее, светлейший решает зарегистрировать с ней брак. Василиса влюбляется в Глеба и готова на все, лишь бы быть с ним. От нее он узнает, что Варя стала женой Данила. Глеб в ужасе от всего происходящего в общине, над прибывшими с ним наркоманами издеваются и заставляют тяжело работать, есть практически не дают. Один из новоприбывших не может этого вынести и кончает жизнь самоубийством. А его родителям сообщают, что сын сбежал. Водиннадцатая серия. Глеб пытается привести Варю в чувства. Их разговор слышит Василиса. Светлейший избивает Глеба и приковывает к столбу. Варя начинает вспоминать Глеба, но все еще находится под влиянием Даниила. Варя идет навестить бабушку, ей удается вспомнить, что Даниил убил ее родителей. Журналисту Игорю ставят диагноз – рак. Об этом ему говорил Даниил. Он решает присоединиться к общине, чтобы исцелиться. Лора узнает, что ее мать не болела онкологией, просто Даниил, находясь в сговоре с врачом, платил ей за нужные диагнозы. Лора сообщает матери всю правду и просит свидетельствовать против Даниила. Но Аглая внезапно умирает, Лора возвращается в общину. Двенадцатая серия. Лора спланировала свое возвращение, но что помочь ей посадить Даниила, Варя должна согласиться дать показания. Но Варя доверяет полностью Даниилу и переубедить ее непростая задача. Павел начинает сомневаться в честности Даниила. После того, как Лора рассказывает ему о ложных диагнозах и псевдоисцеления. Павел едет к врачу, который устанавливал диагноз и узнает много нового. Даниил в страхе, что его могут посадить, начинает сходить с ума. Оказывается, у него шизофрения. Его отправляют в психушку. Укажем примерную дату выхода сериала. По завершению первого сезона не всегда понятно, будет ли продолжение. Мы расскажем вам о том, будет ли продолжение сериала. Также вы узнаете, сколько всего будет серий, и увидите их обзор и анонс серии сериалов, и когда выйдет новый сезон. Или будет ли вообще продолжение или сезон закончен. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех событиях о сериалах. Дорогие друзья, всем привет! Прошу вас, подпишитесь на канал, ведь я так стараюсь для вас. Спасибо! Если мы нарушаем ваши авторские права, то обязательно свяжитесь с нами, и мы незамедлительно приимем меры.